Солнышко Обычно дети проводят в Солнышке три месяца, а после или возвращаются в семью, или отправляются в детский дом. 17-летняя Юля Булыгина сирота. Ее воспитывала бабушка, но месяц назад она решила отдать внучку в приют. Привыкать к казенным стенам тяжело, воспитатели семью не заменят. Поэтому в Солнышке стараются занимать детей по максимуму. Проводят уроки творчества, занятия музыкотерапией, спортивные игры. Сами дети просят об уроках танцев. Мне очень нравится. Я в интернете смотрю постоянно видео, клипы. Хочется постоянно танцевать. Радую танцы. Юля вместе с другими ребятами часами сидят на ютубе. Смотрят видео уроки по хип-хопу, которые потом пытаются повторить. Результатом недовольны, поэтому мечтают. Однажды у них появится хореограф. Мы бы очень хотели, чтобы к нам приходили профессиональные хореографы, потому что дети у нас, девочки старшие. Мы в интернете находим ролики, они сами ставят эти танцы. А если бы приходили профессиональные хореографы, то есть там уже как бы и движение, и все на профессиональном уровне. Все в приюте хотят, чтобы у них был постоянный преподаватель по танцам. И у каждого на то свои причины. Воспитатели будут спокойны, что дети заняты в свободное время. А для самих воспитанников танец – это способ выразить себя. Правда, платить хореографу нечем. В бюджете Центра такой статьи расходов не предусмотрено. Вся надежда на то, что среди хореографов найдется волонтер. Может быть, он есть и среди вас? Если вы готовы откликнуться на просьбу наших героев, то звоните в редакцию проекта по телефону 65 22 25.